Друзья, приветствую! Михаил из Перми прислал очередную посылку. В данной посылке образцы двух масел. Вот они протекли. Значит, это Mobil Super 3000X1 540 и Gazprom Premium L540. К сожалению, вот видите, да, все пролилось, запачкалось. Этот процесс зачистки я вам показывать не буду. Ну, почищу, распакую. Он занимает немало времени, вот в таком варианте. Вот. И приступим непосредственно уже к созданию эталона. Значит, три баночки по Mobil U1. Пятилитровая акционная канистра из Citilink. Литровая из ленты. И отработка. Так, первым делом вот я создаю... У меня были сомнения по поводу... Ну, вот владелец прислал фотоканистры. То есть, видно, что это Mobil Super. Но посмотрите, спектрограмма показывает очень высокие пики эстеровые. Этот пик однозначно соответствует или Mobil 1FS, или ESP. То есть, это топовая линейка Mobil 1. Содержание канистры не соответствует этикетке на канистре. Это косяк, я считаю, что Mobil. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Так, значит, при создании эталона... Да, я сейчас подкорректирую данные. Уровень присадок 100%. Но видите, здесь противоизносных меньше. Но их функцию, часть, выполняют большое количество эстеров. Гликоли, естественно, в нули вывожу. Сажу. Так, следующим этапом. Смотрите, здесь из-за эстеров кислотно очень понижены. Учитывая то, что это SNCF, A3B4. Типичное значение в районе 10. Я данных не нашел. Ну, и Mobil данных не дает. Поэтому ставлю 10. Ну, и здесь по аналогии с FS, с ESP, примерно, учитывая, что 10 еще щелочное, примерно ставлю там 2.32. Вот так, я думаю, нормальные показатели. Потому что у EFS и у ESP 2.2 кислотное. Так, здесь с водой тоже я обновлял спектрограмму кюветы и поправку на воду не сделал. Поэтому приходится вот поправлять. Так, это, значит, второй образец. Литровая канистра из ленты. Владелец попросил сравнить. У него какие-то сомнения вызвало это. Хотя обе канистры проверку Мобила проходили. Так, значит, вот сейчас я заложил образцы. И смотрите, 0.42 кислотное и 14 с лишним щелочное. Понятно, что масла полностью различные. И вот, обратите внимание, спектрограмма – это 5-литровая акционная канистра, красная линия. И черная линия – это масло из ленты. Видно, что масла абсолютно разные. Вообще, категорически они разные. Я думаю, что черная линия соответствует Мобилу Супер. Здесь, значит, в 5-литровой канистре однозначная ошибка Мобила. Какой-то пересортится. То ли наклейку не наклеили неправильно, то ли налили не то масло. Ну, короче, косячат все, я так понял. Не надо гнать только на Лукойл или Газпром. Здесь косяков хватает. Ну, и вот отработка из Гранты 2013 года – 1,6. 101,86 мотор, 87 сил, 373,600 тысяч километров пробега, 8,800 на масле, 70% городская езда. Долит литр масла по трассе, ну, потребляет масло. И топливо – это метан 83%, ну, и немножко по трассе. Вот Лукойл 92-й. Посмотрите, по отработке начала срабатываться немного противоизносная присадка. Появился Гликоль 0,3. Не знаю, это, возможно, связано Ане. Хотя нет, вроде как владелец написал, что доливал только из 5-литровой. То есть литр не участвовал в доливке. Так, нитрование. Нитрование – это характерное именно для газового автомобиля. То есть здесь нельзя сказать, что смесь там какая-то богатая. Это вот признак автомобиля, работающего на газобаллонном оборудовании. Немножко сажи. Ну, и посмотрите, какие прекрасные показатели. 2,4 кислотная. Совсем немного выросла. И, в принципе, немного понизилось щелочное. Но, подчеркну, что здесь была доливка. И если это было перед отбором пробы, то она могла существенно повлиять. Картер, насколько я помню, не очень большой у этих автомобилей. Поэтому могла быть существенная поправка, допустим, на эту доливку. Сейчас я покажу вам сравнение вязкости свежего отработки. Посмотрим, что по вязкости в данном автомобиле произошло с маслом. Ну, и потом прогноз ресурса. Ну, понятно, что ресурс будет высокий. По показателям я уже вижу. Да, смотрите, интересный момент. Масло немного загущено. Обычно загущение связано с повышенной рабочей температурой. Я думаю, что здесь смесь настроена на забедненную более. И это дает повышенную температуру в камере сгорания. То есть, бедноватая смесь. Да, кстати, не забывайте поставить лайк, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Именно я считаю, что это от настройки сети. Ну, и вот такие результаты. Ну, правда, надо делать поправку, что с учетом доливки. Но 70% городской езды, 18300. Шикарный результат. Но, тем не менее, это все-таки, не забывайте, это метан, газ. Он более бережно относится к маслу. Ну, и вот такие показатели. Ну, пусть доливка там, ну, пусть 15 тысяч. Но все равно очень шикарный. И опять же, скорее всего, речь тут идет не про Mobil Super 3000 X1. А речь идет здесь про более дорогую и топовую линейку от Mobil. Mobil 1 FS. Я, к сожалению, изначально подумал, что это просто подделка. Вот, и слил этот образец в общую там, ну, тару я сливаю, потому что у меня уже ставить образцы некуда. То есть я частично сливаю отработки, там, какие-то вот ненужные, свежие. Ну, просто там уже завал. На пилораме уже ходить мне тяжело. Вот, поэтому, извиняйте. Было бы, конечно, интересно сравнить с FS. У меня есть FS. На линейке было бы интересно прокатить оба образца. Что-то вот я не подумал. Чтобы, по крайней мере, можно было определить, что это 540 FS или все-таки ESP здесь. Но, тем не менее. Вот, кстати, может быть, я подумал, может, с этим связан расход. Ну, не знаю. В принципе, здесь и пробег такой приличный у автомобиля. 373 тысячи. Возможно, уже есть какой-то естественный износ. Поэтому по трассе, когда скорость движения поршня высокая, уже не так эффективно снимает масляную пленку. Вот, кольца чуть-чуть подношены. И больше масло сгорает в камере. Ну, вот такие получились тесты. Мне кажется, интересно. Нельзя однозначно говорить, что Лукоил или наши какие-то производители косячат. Косячат, я так понимаю, все. В том числе и Мобил. Заслуга Мобила только в том, что косяк коснулся более дорогого масла. Если бы, например, в канистре ФС залили Мобил Супер, это, конечно, был бы уже залет. А тут, ну, как бы, спасибо Мобилу за его косяк. Благодарю Михаила и Максима, владельца автомобиля, за предоставленные образцы, за поддержку канала. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока.